привет всем данным роликом я хочу начать небольшой цикл который будет относиться к детской теме но будет объединять несколько родственных топиков темы сложные и выбрать чего начать сложно так что для начала укалю в середину это будет такая вводная тема а потом от нее пойду в стороны и вводную тему я решил назвать казус волги почему казус волги по аналогии с уже сделанным и казусом ими смотрите в углу это такая характерная ситуация маркер очень яркий маркер который характеризует положение шахматной партии скажем так которую вы попали вы это если вы отец сравнительно маленького ребенка или думаете таковым стать уж не знаю будет ли это в браке или нет и в каком браке это другой вопрос откуда я взял термин казус волги очень просто я пошел в яндекс набрал фразу оставьте мужа на день с ребенком и выбрал первую ссылку выданную яндексом ссылка ведет на сайт w day.ru то есть women's day женский день и там находится статья под названием оставить мужа с ребенком миссия выполнима вопросительный знак автор подписался ирина волга уж не знаю псевдоним это или реальное имя но это не принципиально статья по содержанию скажем так выглядит но более-менее обычно обычно для нашей среды настроены к мужчинам откровенно ядовито то что я описал в другом своем ролике эмоциональный смог смотрите ссылку в углу с точки зрения градуса яда в этой статье он небольшой бывает и хуже и собственно для неподготовленного читателя текст выглядит таким обычным среднем в чем-то даже может быть полезным но если сдвинуть парадигму так как я ее собираюсь сдвинуть своем цикле то в общем то статья выглядит довольно мерзко хотя пояснить это не просто посмотрим на пронумерованные подзаголовки которые расставил автор пункт 1 тренируем папу пункт 2 даем ему конкретные поручения пункт 3 не критикуем то есть типа у нас тут гуманисты пункт 4 всегда остаемся с ним на связи пункт 5 помним что сытый ребенок это довольный ребенок пункт 6 организуем досуг пункт 7 сохраняем спокойствие пункт 8 объясняем что плач это способ общения вообще говоря набор глав и подзаголовков мог бы быть и другим это не так принципиально принципиально здесь тон обращения а если брать шире и это главная мысль которая хочу донести это frame понятие фрейма те кто сталкивались техниками пикапа знаю да что там используется понятие frame шире она используется в нлп фрейм рефрейминг и так далее и вот недавно я обозревал книжку roll-атомация который одно из своих железных правил посвятил тоже тому чтобы всегда оставаться владельцем фрейма в котором происходит общение женщины то есть не вы входите в ее жизнь и обустраиваетесь там адаптируетесь а она входит вашу жизнь или вы делаете так чтобы она вошла в вашу жизнь и адаптировалась к ней frame это широкое понятие довольно абстрактная нашем случае это означает кто создает структуру и кто занимается ее наполнением отступлю в сторону приведу более распространенный пример вот представьте что вы регулярно каждые выходные или через выходные весь теплый сезон ездите к кому-то на дачу дача это вам не принадлежит те кто были жена тоже наверное догадались какую дачу скорее всего я хотел бы привести пример но неважно вы приезжаете и половина а может быть и больше половины времени вынуждены посвятить тому что тратите свои физические усилия на выполнение какой-то физической работы выкапывание или перекапывание чего-нибудь перенос каких-нибудь тяжестей с одного места на другое разгрузка погрузка чего-то разбрасывание чего-то тяжелого по большой площади и так далее каждый раз когда вам поручают что-то такое сделать дают вам так сказать наряд вы никогда не знаете частью какого большого плана это является потому что этим большим плана вы не управляете да рядом с вами есть человек который знает что вот там ближайшие два года вот на этой площади будет вот то то через два года вот это вот мы переставим сюда это снесем то перестроим тут посадим вот этот посадим то и тут будет вот такая вот переработка ландшафта вы этого ничего не знаете с вами никто не обязан делиться и не обязан советоваться потому что вы находитесь в чужом фрейме грубо говоря у этого места есть свой архитектор и свой авторский надзор но вы в этом месте не архитектор вы исполнитель исполнитель конкретных низкоуровневых задач перетащить там тонну того то из этой точки в ту точку вам может быть вообще не нравится этим заниматься возможно вы не против были бы этим заниматься если бы например то что получалось доставляла вам эстетическое наслаждение вам нравился бы дизайн который получается в итоге но ваше мнение в этом вопросе никому не интересно вы находитесь в этой системе на правах таджика которому сказали копать там отсюда и до следующего дуба разница правда в том что таджик обычно получает деньги за это вот они получаете ничего на этой детали суть в том что вы не владеете фреймом это что вы не владеете фреймом не вы задаете структуру всего этого пространства не вы управляете его развитием куда и как он будет меняться это является мощнейшим демотиватором каждая отдельная задача кажется вам бессмысленной или даже ведущий к ухудшению общей картины например если вам откровенно не нравится то что получается в итоге не нравится вот вы бы по другому сделали это место вот тут бы вы бы снесли вот эту хрень поставили на месте другую хрень там тут бы сделали прудик тут что-то еще там не знаю эти грядки черты матери вообще бы снесли никому это не интересно это не ваш фрейм какое-то имеет отношение к детской теме самое прямое тональность в которой госпожа волга подает свои гуманные советы означает что есть владелец фрейма то есть есть человек который владеет всей этой схемой у него есть некое видение что происходит сейчас что будет там через месяц два полгода год три возможно дальше а вы иногда являетесь таким таджиком в этой схеме которого нанимают выкопать яму или перенести что-нибудь тяжелое с места на место или заткнуть время которое она хочет потратить там не знаю на что-то другое из точки зрения стратегии общения с ребенком нахождение в такой структуре является фатальной ошибкой к сожалению многие вещи об этом я понял только уже задним числом то есть я сам много ошибок наделал в этой сфере возможно лучший способ добиться того чтобы между ребенком и отцом выросла такая психологическая пропасть или психологический барьер не суть важно это начать давать ему команды что он должен делать а чего не должен делать и как делать сама тональность в этом общении подразумевает что у вас есть начальник есть подчиненный такой менеджер и исполнитель причем менеджер типа профессиональный то есть он хорошо знает тему а подчиненному такому таджику выдает простые не требующие умственно затрат и скиллов задачи только самые примитивные эта схема настолько естественно и распространена что ее даже трудно увидеть чтобы понять этот механизм о котором я говорю нужно в очередной раз рыбе открыть для себя воду что это за среда где мы плаваем мы в смысле я имею до отцы в данном случае хотя если подумать корни этой системы растут из времени предшествующего отцовству это такой накопленный гандикап и до некоторой степени он вообще-то естественный в традиционных обществах которые например описывал тот же леви строс весьма распространен был такой порядок что дети обоих полов жили в женском доме там где групповые дома и скажем в семь лет мальчики после там торжественной процедуры инициации переходили в мужской дом это обычно нормально и так у них положено может быть было бы неплохо чтобы у нас так было но если вы собираетесь вступать в эту сферу моменту семилетия ребенка вы очень сильно себя подставляете что касаемо взаимоотношений с ребенком и фундамента будущих взаимоотношений что касаемо не дай бог развода и раздел детей это очень серьезная подстава эта подстава которой нужно иметь ввиду с самого начала еще до того как дети даже в планах появились и в это место нужно подстелить много-много соломы причем мужчина в этом смысле участвует в гонках с гандикапом то есть он тащит на себе много лишнего дополнительного груза который мешает ему бороться на равных и чтобы в этой системе примерно быть в паритете с матерью нужно серьезно и осмысленно заниматься этим вопросом методично мать которая в подобных вопросах ведет себя как шеф менеджер эксперт и так далее на самом деле не является никаким ни экспертом не менеджером особенно если ребенок первый первый ребенок это все делается наугад и все перебором любой человек который бы находился достаточно долго с ребенком научился бы распознавать паттерн его поведения когда и почему он плачет когда он хочет спать какой распорядок лучше работает это понял бы любой человек так же как когда вы заводите себе например животные то логично что через некоторое время вы начинаете замечать как она себя ведет какой на цикл дня и что на любит что не любят какие она подает звуки как она общается какими любимые места и занятия уж если вы можете распознать это за кошкой то вы будьте уверены вы бы распознали это и за ребенком единственное чего вам не хватает чтобы распознавать это это времени проведенного с ним и понятное дело что если вы их работаете тем более, если вы работаете один в данном периоде, а другой человек сидит с ребенком 24 на 7, понятное дело, что вам очень тяжело будет сравниться просто из-за времени проведенного. Но это не значит, что не надо работать в этом направлении. Это и вопрос безопасности вашей, и психологической, и юридической, и вопрос более гибкого обращения с расписанием, то есть родители будут свободнее, будут взаимозаменяемы, в случае чего, не дай бог. И для ребенка это совсем другое общение. Только два разнополых родителя могут обеспечить полноценную триангуляцию, то есть такое взаимное уравновешивание психологическое, система сдержек и противовесов в отдельной взятой семье. Один из самых серьезных моментов, где начинает рождаться этот гандикап, это беременность. Дело в том, что к моменту родов, по сути, женщина уже несколько месяцев провела с ребенком. Она с ним общалась, его можно было там гладить, петь ему песенки, что-нибудь мычать, она уже знать какие-то его повадки определенные, как он двигается, на что он реагирует. До некоторой степени роды не такое уж серьезное событие, в том смысле, что ребенок просто как бы изнутри переходит наружу. Нет ощущения, что он хоп и появился из ниоткуда. Его просто как бы расчехлили. Единственное, чего он раньше не делал, это он не кричал, ну и в туалет не ходил. Для мужчины ситуация радикальным образом отличается. Лично я, например, был на родах, и не жалею об этом, и пошел бы снова. По сути, получил ребенка на руки даже раньше матери, прямо по ветхозаветным канонам, возложили на колени мои. Тем не менее, у меня не было там этих пяти-шести месяцев подготовки, когда он шевелился где-то рядом, реагировал на голос, на движение. То есть для меня он возник практически из ниоткуда. Не было и вдруг встал. И потом дальше, ну положили на колени, ну подержал, ну меня-то отправили домой, а ребенок с матерью находится в роддоме, в следующие там три-четыре дня, если все нормально. За три-четыре дня у ребенка с матерью устанавливается некий уже протокол общения. У них уже были циклы кормления, циклы сна, циклы криков. Какая-нибудь несчастная нянечка в этом роддоме знает вашего ребенка через четыре дня больше, чем его знаете вы, намного больше. И пока у них устанавливается цикл общения, а у вас на этом месте что? А у вас отоспаться и утром на работу, и драйвить квартиру, готовить к приезду. Через три-четыре дня к вам возвращается уже устоявшийся коллектив, у которого есть свое, так сказать, расписание и протокол. А вы такой как бы зритель сбоку. Они как бы двойная звезда, а вы начинаете быть таким спутником. Может быть даже и не первым спутником. Возможно, бабушки с дедушками вас ототрут, и они будут первыми спутниками, а вы будете там на далекой третьей-четвертой орбите. И вот это то место, с которого многие-многие пускают дело на самотек, теряют управление этим самым фреймом. Кто-то остается на роли подмастерья у матери такой, младшая мама, а кто-то вообще отстраняется. Объясняют это для себя там иногда страхом, иногда, что это не мужское дело и неинтересно. Иногда есть чувство разделения зон обязанностей, то есть там я занимаюсь своим делом, ты занимайся своим, я хорошо делаю свое дело, ты хорошо делай свое дело. И сейчас я думаю, что это фатальная ошибка, такой подход. Если вы не хотите всю оставшуюся жизнь узнавать что-либо о ребенке через посредника, а это, поверьте, будет так и в 7 лет, и в 10, и в 15, и дальше. Если вы не хотите стать одним из тех, кто в глубоком среднем возрасте рассказывает на мужских психологических группах, какая с ним случилась трагедия, что он всю жизнь работал, чтобы обеспечивать детей, заботился о них, а дети в итоге даже не звонят и не рассказывают, что у них интересного происходит. Считают папу таким пол-чужим человеком, который где-то обитает там во внешней сфере, семьи особо не касается. Такие истории приводит Уоррен Фаррелл в своих книжках. Довольно частая история, к сожалению. Причем часто накрывает очень успешных с точки зрения карьеры мужчин, образцовых во всех смыслах, но упустивших вот этот вот момент личного общения, личного участия в детях. Мой тезис и призыв, что в детской сфере мужчине не стоит занимать роль обслуживающего персонала. Нельзя допускать ситуации, что мать — это такой капитан корабля, который обитает где-то там на верхней палубе и выбирает, как и куда двигаться. А папа — это такой кочегар, который трудится где-то в трюме, дышит угольной пылью и только изредка может позволить себе выглянуть наверх и подышать воздухом и посмотреть, что, собственно, вообще на корабле происходит. Он не знает даже этого корабля. По-правильному, конечно, наверное, пара должна вместе находиться в капитанской рубке и понимать, кто они и где они находятся. Что дети — это пассажиры, а пара — это, соответственно, такой коллективный капитан корабля. Но поскольку этого практически не бывает, отцу стоит занять место капитана на этом корабле. А это значит знать и уметь делать абсолютно все, что нужно с ребенком, так же или лучше, чем мать. Проводить с ним достаточно много времени, чтобы знать о повадках и привычках, и собственные повадки и привычки внедрять. Это важно. Отсюда вырастает чувство вожака, такое животное, приятное чувство. Не допускать обращения с собой как с подчиненным в детской сфере, то есть, что вам делегируют «сделай то, сделай это». Делегировать может только начальник, и начальником нужно стать вам. Это не вам делегирует ребенка вечером на погулять или выходной день. Это вы делегируете, пока вы на работе, жена занимается ребенком. Как видите, тема сложная, обширная. Думаю, для старта пока достаточно. Продолжение следует. Всем пока и удачи. Продолжение следует...